Минулого тижня на «Голосе краины» Зверхові тренери не могли зупинитися. Вони тиснули і тиснули на кнопки. Таке кількість голосів. Прекрасно. Але фінал попереднього дня став холодним душем не лише для тренерів. За ці два дні прошедших вони понабирали таке кількість людей, достатньо слабих, то це мешає сильним людям тепер повпадати в команду. Попереду чотири дні сліпих прослуховань. Близько сотні унікальних голосів. Та ніхто не може вплинути на вибір тренерів. Це перший людина, який пів чувственним голосом. Сьогодні тренери будуть розгублені, збентежені, злі на себе, один на одного. Але в фіналі все ж таки отримують новородок. Та ніхто не може вплинути на вибір тренерів. Та ніхто не може вплинути на вибір тренерів. До початку виступів лічені хвилини. За умовами шоу не можна, щоб тренери побачили когось із учасників. І навіть випадково перетнулися з ними залаштунками. Тому на якийсь час конкурсантів просять не виходити за межі цього фойе. За ради головного призу – контракту з «Юніверсал» вони готові чекати. Просто зараз зіркові тренери починають свою щоденну зіркову нараду. Тут немає головних. Є більш досвідчені Олександр та Діана та новачки «Голос України» Олег та Валерія. Вони радяться, спілкуються, наново переоцінюють свої сили. І головне зараз незрозуміло, хто більше хвилюється – наші зіркові тренери чи вокалісти перед виходом на сцену. То, що ти в перший день просто жалує, 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 це, конечно… Уж не знаю, к чому она приведет, моя порывистость. Нет, ну подожди, подожди, ну к опыту, безусловно. Немножечко начинает замаливаться ухо. Все, вроде, все хорошо. А что-то, может быть, будет еще лучше? Или это настолько хорошо, что стоит сейчас? Я чувствовал себя очень сильно виноватым. У нас положена ответственность, как бы, фактически, все-таки поменять судьбу. Мы не вершим судьбу, но это судьба артиста. Не надо думать о том, что мы вершим судьбу этих людей. Они тоже знают, на что они идут. Наша перша участница також думала, что знает, на что погоджуется. Але як же ж вона помилялась? Того дня Маргарита Озерна готувалася до першого стрибка с парашютом. И навіть не подозривала, что на землі на ней чекатиме сюрприз. Запрошення на холос країни. Первый прыжок очень боюсь. Стрибки дебютантів зазвичай снимают на відео. Тож наша камера не вызывает у Риты никаких подозр. Маргарита не знает, какая приемная несподиманка чекает ей на земле. Мама вручает конверт запрошения на холос країни. Где же Рита, где она летит у меня, где доченька моя? Так, вот тот парашют. Какой сюрприз ее ждет на земле. Она еще не знает об этом. Мы это сделали! А вот где я не думала, что было выживание? Это просто супер! Доченька, а тебе еще, моя хорошая, один сюрприз. Тебе не надо будет долго ждать. Прошла ты, Ленника? И прошла, доча! Боже, спасибо вам большое за такую шанку! А ты что, знала? Конечно! Мы устроили самый счастливый день в моей жизни. Спасибо большое! Маргарита не летает у хмар. Вона твердо стоит на земле. И знает собі ціну. Я очень глубокий и наполненный человек, и мне есть, что сказать людям. Я полна силу и энергии, вот, чтобы это доказывать. И поехали! Я не боюсь, позови меня, и я появлюсь. Фантазии мои не остановись, помогу тебе обо всем забыть. Я могу быть кошкой нежною, и могу быть близкой и дикою. Желания исполню все твои. Ты будешь молить о такой любви. Кто будет так, как ты захочешь? Кто будет так, как пожелаешь? Я лишь слушаю и помнююсь. Я лишь слушаю и помнююсь. Кто будет так, как ты захочешь? Кто будет так, как пожелаешь? Я слушаю и помнююсь. По крайней мере, про вашу дочку можно сказать, что если поворачиваешься, ты уже назад не отворачиваешься. Вечер добрый вам! Здравствуйте! Давайте знакомиться. Меня зовут Маргарита. Просто вот обидно, что никто не повернулся, потому что у вас феноменальный голос. Просто нереальной красоты и диапазон. Я просто в совершенно растерянности. Я даже не знаю, что сказать в своем оправдании. Вы здорово пели, правда. Вы мне очень понравились. Первый участник, который смеливо спевал нам «Спины». Мы не повернулись, вы не сдалися до конца. Браво! Действительно, при чем у вас это подъем-подъем. Это сила духа такая. Браво! Мы не понимаем, что нам делать, потому что у нас уже очень много участников. И впереди очень много конкурсантов. Я понимаю, что это не оправдание, но тем не менее заставляет сдерживаться. Хотя это может быть где-то нечестно. Поэтому я вам вот что советую. Вы наплюйте на то, что здесь сегодня было. У вас классный темперамент. Вы классно держитесь. И вы боец, конечно. Поэтому у вас есть все. Продолжайте. Вы вот такая. Спасибо большое за ваши слова. У меня даже нет вопросов, потому что вы сказали те слова, которые я хотела услышать. Спасибо вам большое. А вы умница. Супер! Класс! Иди к маме. Иди к мамочке. Давай, как маленькая дотя, мамина. Иди. Да. Я так рада была стоять на туссане. Я просто... Ну, честно, мне больше ничего не надо... А кого бы из наших тренеров ты бы хотела заставить плакать? Вот сейчас, чтобы они ревели из-за того, что ты не сна. Ну, я хотела попасть очень к Диане Арбениной, но она сказала такие слова. Пусть она не плачет, но мне очень-очень взбодрили ее слова. То есть я не расстроилась вообще. Я счастлива, что я услышала эти слова от нее. Лид, я хочу, чтобы это было единственное, что ты бы запомнила сегодня, побав на голос из-за страны. А еще свой триумф, успех и, конечно же, аплодисменты зала, которых тебе, по-моему, было более чем достаточно. И еще будешь слышать неразум. Спасибо тебе, что была с нами. Спасибо.